Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известный адвокат Ростислав Кровец со мной на связи прямо сейчас. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ростислав, конечно, топ-тема дня, дней, месяца, наверное, а то может и двух, там как повезет, это законопроект о мобилизации, который уже разобрали по косточкам и порционно обсуждают и комментируют. Начнем, пожалуй, с общего впечатления. Я вот как задам вопрос. Законопроект о мобилизации, который сейчас подан в Верховную Раду и который будет голосоваться 6 числа, он вообще нормальный для жизни страны? Ну, если мы говорим о жизни страны, он абсолютно ненормальный. И этот законопроект особо ничем не отличается от предыдущего законопроекта, который вносился 25 декабря и 11 января был отозван. В принципе, принципиальных отличий нет. Единственное, что в этом законопроекте объединили санкции, дополнительные вели санкции. В том, что тот законопроект санкциями, который подавался с первым законопроектом, чтобы ваши зрители не перепутались, он до сих пор, как я смотрел, он не отозван. То есть тот висит. А здесь они добавили, что отдельно ЦК у нас будут заниматься активно судебным преследованием лиц, которые на их мнение нарушают закон о мобилизации, о военном учете. Но в целом, если посмотреть, поясничная записка, в общем-то, не менялась, насколько я понял. Слово «Украина» у Мирова так и написано с ошибкой, так и осталось. Он первый раз написал с ошибкой, второй раз написал. Интересно, в какой бы стране мира оставили министра обороны, который не знает, как пишется название собственной страны. Ну, всем известно, что Умиров вывез свою жену и детей за границу. Ну, как сообщали средства массовой информации, видимо, я уже задавал вопрос по этому поводу. Это с чем связано? Невера в вооруженные силы Украины, недоверие, либо там какие-то другие причины. Ну, то есть пример для всех граждан Украины. Ну, это личное дело, так сказать, у Мирова, который почему-то считает... Помните, у нас был один из президентов Ющенко. Когда стал президентом, он тоже очень обижался, когда журналисты пытались освещать его личную жизнь. Он почему-то считал, что президент, он там с 9 утра до 6 вечера, а дальше это все никого не касается. Сейчас слово такие есть. И активисты, которые считают, что их назначили на госслужбу. И на госслужбе они только в рабочее время и по рабочим дням, а все остальное, они продолжают быть активистами. Ну, видимо, не хотят терять финансирование, не хотят терять дополнительную возможность получать какие-то еще плюски от своей активистской деятельности. Но это отдельная история. Что касается законопроекта, в целом, когда его читаешь, понимаешь, что как и первый законопроект, так и второй законопроект абсолютно ничего общего не имеет с вопросами военного учета и мобилизации. Он ровным счетом не приведет ни к улучшению учета, ни к улучшению мобилизации. Кроме того, как указал сам Пан Умеров, не нужно нового финансирования. Тогда вопрос, а за счет чего вы собираетесь вот эту базу резервистов делать, за счет чего вы эти электронные кабинеты открываете, за счет чего вы собираетесь вводить обязательное военное образование. Это кто, как это будет делать, за счет чего вы собираетесь предоставлять представителям ТЦК право проверять документы на улице. Вообще, в принципе, довольно странно. ТЦК формально это бумажная работа. То есть это человек, который должен сидеть в кабинете, перекладывать бумажки, вести соответствующий учет. Никак не входит в полномочия представителей ТЦК группами на машинах, бегать по городу и кого-то ловить, и затаскивать, или стоять на блокпостах, и кого-то скручивать, и затаскивать, кидать в машину и привозить в ТЦК для того, чтобы их оформить. То есть это абсолютно не функция ТЦК. У нас как-то происходит с этим законопроектом, в принципе, непонятные вещи. Тем более, как мы видим, законопроект вмешивается и в права инвалидов, вмешивается и в права лиц, которые получают высшее образование. Причем как-то странно разделяют лиц, которые получают высшее образование за государственный счет, и лиц, которые получают высшее образование, я имею в виду аспирантов, за собственный счет, либо за счет юридических лиц. которые их туда направляют. То есть те, которые их направляют, они имеют меньше прав, чем те, которые учатся от государства. Ну, я понимаю, что у Марьяна Бе довольно специфическое восприятие в принципе Конституции, прав человека, мы это уже видели неоднократно. Но на сегодняшний момент вопросы, связанные с инвалидами и с обучением, крайне остро зацепили. Даже не так остро зацепили, как вот те санкции, которые придумывают. Ростислав, очень много вопросов возникает в связи с электронным кабинетом военнообязанного. В общем, срок 60 дней после того, как пройдет второе чтение, закон подпишет президент, его опубликуют, нужно самому зайти в некий кабинет, в этом кабинете внести свои данные. Мол, смотрите, какая демократия, в ЦК даже ходить не нужно. Все сам. Ну и, соответственно, в этом же кабинете получишь повестку, когда нужно будет. Как это вообще работает в украинских реалиях и заработает ли? Ну, на самом деле, понятно, что заработать может все заработать. Вопрос в другом. Вопрос в том, каким образом это будет, в принципе, осуществляться. Потому что, да, действительно, необходимо будет всем зарегистрироваться в шестиединенный срок, создать себе эти электронные кабинеты, зайти в какую-то там мега-дию очередную, которая даст возможность, в принципе, создать там этот электронный кабинет, внести туда какие-то данные. Может, там уже будут какие-то данные и каким-то образом идентифицироваться. Дальше же, в соответствии с нормами самого законопроекта, основанием для получения вами повестки является то, что деньги, ой, деньги, извините, деньги, уже про деньги прошло у нас. В общем, туда чего-то должно прийти. Вот, и именно вот момент прихода вот этих чего-то туда, в этот кабинет, является основанием для получения непосредственно вами повестки. То есть, так указано в законопроекте, что фактически получение повестки подтверждается тем, что туда было, пришло. Причем открыли вы, не открыли, считается, что туда пришло. То есть, я не знаю, каким образом. То вы должны приковать себе телефон и постоянно сидеть вот так, знаете, и ждать, когда же придет эта повестка, когда же придет это сообщение, письмо счастья. Трошки абсурдно выглядит вообще, в принципе, вся эта ситуация. А если у вас, вы находитесь в местности, где у вас нет доступа к интернету, а если вы не оплатили этот интернет, вы уже будете являться ухылянтом, нарушителем, ТЦК будет все бросать, не заниматься военным учетом, а готовить пачки документов, отправлять в суд, который обязан там 5 дней, 15 дней, жестко все давать указания, рассмотреть без вашего участия протокол про админнарушения, арестовать вам счета, вообще лишить вас прав к существованию и таким образом принудить вас явиться в ТЦК. Ну и к чему это придет? И в какой стране мы живем? И где там слово демократия? Ну я понимаю, ладно бы Трамп победил, но у нас же все-таки сейчас же демократия, у нас совсем другая партия сейчас у власти. Демократы, так это вид демократии, когда люди теряют возможность, в принципе, пользоваться собственными средствами, потому что они куда-то не пришли. Хотите? Возложите штраф. Ну аресты активов, ну сейчас мы приведем к уничтожению экономики. Я думаю, что сам законопроект, и я об этом говорил как и с первым законопроектом, так и с этим, он не направлен абсолютно ни на учет военный, ни на мобилизацию. Он направлен совсем на другие вещи, на зарабатывание каких-то политических себе оценок, а также, вероятнее всего, на дискредитацию определенных лиц с целью показать, какие мы молодцы, видите, это не мы хотели, это вот они хотели, а мы были хорошими, поэтому они плохие, а мы хорошие. И поэтому вот этого товарища надо уволить. Я думаю, что все ведется именно в таком аспекте, потому что объективно читаешь закон, и можно просто хватать за ухо того, кто его готовил, и спрашиваешь, а вот мы же говорим военный учет, мобилизация, вот этот пункт, вот чем лучше будет, а кто будет за инвалидами смотреть, а кто будет учить, а кто будет учиться, или мы всю страну делаем военнообязанными, мы всю страну делаем военными, которые будут воевать, им не надо получать ни специальностей, вообще ничего делать. Там же вопрос со срочниками также, в общем-то, толком и не решен. Между строк написали, что там вот будет якобы два года у них отсрочки, но в паркинцевых положениях целого закона указано, что у них, в общем-то, будет всего шесть месяцев. То есть ребят демобилизируют, и через шесть месяцев их могут всех мобилизировать, но уже на фронт. То есть если сейчас срочников нельзя, привлекать к службе и к боевым действиям, то через шесть месяцев, если закон будет подписан, их можно будет сразу демобилизировать и тут же мобилизировать. Подождите, а им семьи не надо завести? А генофонд Украины, куда он денется? Кто-то думал, вот 10 миллионов выехало, ну понятно, там некоторые бывшие журналисты, нынешние известные железнодорожники там рассказывают нам, я вот хотел еще тоже тут немножко отличиться, я вот направил уже запросы и в кабинет министра, и в офис президента с просьбой уволить этого товарища. И в спилку журналистов, в национальную спилку журналистов Украины, национальная спилка ответила мне, что гражданина Лещенко было исключено в декабре прошлого года в связи с неуплатой членских взносов. То есть вот те деньги, которые он получает, у него не хватило, не хватило каких-то небольших, я думаю, абсолютно денег на членский взнос, либо ему так нужна эта национальная спилка журналистов. Вот он был исключен из нее. А что касается увольнения его с железной дороги, при этом я понимаю, что потеря будет небольшая. Ну единственная потеря будет, наверное, для наших международных партнеров, которые вероятнее всего его туда устроили, то придется теперь его содержать за свой счет, а не за счет украинцев. Ну то же самое и с Офисом Президента. Вот я очень жду, когда все-таки Офис Президента как-то отреагирует на высказывания Лещенко, которые почему-то в своих высказываниях фактически подвел к тому, что украинцы являются не свободной нацией, не свободным народом, а являются рабами. И их надо принудительно возвращать в Украину. Лещенко создал тут рабочие места в Украине вместе со Шмигером и с предыдущим там кабинетом министра, с Гончаруком, с вот этим товарищем, который с Винницкого базара руководитель, постоянно забывая его, и вот тот, который с пулей в обои там обещал ходить. Где рабочие места? Каждый из них на бумаге ставил галочки. А где эти рабочие места для тех украинцев, которые сейчас будут возвращаться, если они решат все-таки, добьются от иностранных партнеров отказа от поддержки украинцев за границей. Хотя я не думал, что это будет. Но на самом деле вот эта вся разбалансированность и желание запугать украинцев, я считаю, приведет к крайне негативным последствиям. Нельзя страхом управлять. Вы можете это управлять, знаете, как еще у Ленина было, что да, на штыках можно прийти к власти, но вот сидеть на штыках крайне неудобно. Вот тут будет та же самая история. И Тория ничему не учит. И в очередной раз пытаться заставить кого-то силой что-то делать, это никогда ни к чему хорошему не приведет. Тем более, это надо будет объяснять и международным партнерам, и всемирному сообществу. Так, а чем мы лучше Северной Кореи? А чем мы лучше вот той расистской федерации, с которой мы воюем, которая на нас напала и от которой мы освобождаем наши земли? В чем разница? Розислав, я, смотрите, хотел бы в практической плоскости, вот я уверен на 100%, потому что вы плотно занимаетесь разными делами и к вам очень большое количество обращений, исходя из вашей практики. Я уверен, что за вот эти несколько суток, когда появился уже текст законопроекта, когда вот эти санкции, ну, как бы демократичнее норма стала, конечно, демократичнее, теперь не ТЦК решает блокировать тебе счета или там что-то, ну, какие-то ограничения выводить, выписывает штрафы, а суд, то есть суд, уже как бы плюс шаг. Ответственность переложили на суд, я же говорю, как на местной администрации, на органы местного самоуправления, на организации и еще суд. Вот кто у нас будет во всем виноват? Конечно, суды. Да, то есть я вот к чему, к вам наверняка сейчас обращается много людей за советом, и эти советы, они вот в такой прямой плоскости, вот прямые, как такие, топорные, да, что мы видим сейчас? В МРЭО, ну, сервисные центры, МВД, ну, как бы там не протолпится, там мужики переоформляют машины на женщин, нотариусы, тоже записи такие достаточно большие, то есть все занялись своим имуществом, все занялись своим, скажем так, своим транспортом, своими активами и как-то вот на стареньких родителей, на каких-то жен, на мало знакомых женщин, но очень близких, как бы, ну, в неродственных, в неродственных связях, с которыми пребывают. В общем, сейчас начинается вот какой-то вот бум. Он был ровно после внесения первого законопроекта, и сейчас, я так понимаю, он продолжается. Какие вот самые и первоочередные советы вы даете своим клиентам, которые к вам обращаются за такими советами? Объективно, я думаю, что вот эта информация, она крайне преувеличена. Какие после первого рассказывали, что нотариусы не знают, когда время назначено переоформление, так и сейчас, я считаю, что, ну, я не видел, объективно, вот я лично не видел очередей, не видел там обращения к нотариусам по переоформлению имущества. Мой совет ко всем сразу, как и в первый раз, так и в второй раз, не берите это все близко к сердцу, этого ничего не будет. Я считаю, что за это не проголосуют. Если же каким-то образом парламент это примет, ну, я думаю, что это просто ставится крест на всей стране, объективно, потому что люди не способны это исполнить. И мы завалим все суды громадным количеством исков, мы остановим экономику ради того, чтобы заставить человека прийти в ТЦК. И ради того, чтобы ТЦК исполнил те обязанности, которые он должен исполнять по закону, а не с помощью судов, с помощью полиции, с помощью каких-то автоматчиков на улице, так система не работает, так не строится демократическое государство, так ничего хорошего не будет, объективно. Поэтому я всем рекомендую, надо немножко успокоиться, снизить градус. Посмотрите, кто будет голосовать, посмотрите, кто будет что обсуждать. Вы же видите, куда-то наша Марьяна Б куда-то исчезла, но она так продуцировала, как-то вот не попадается, даже ее, видимо, самой, я так подозреваю, ей стало страшно от того, что происходит. Я не знаю, выходит она на улицу, не выходит на улицу, просто она парик себе уже носит, потому что я думаю, что когда ее увидят, ей скажут все, что они думают. И поэтому нашли такого коллективного шмигеля, от которого и внесли этот законопроект. Но я считаю, что вот я и своим зрителям на своем канале и вот вашим зрителям я все-таки рекомендую немножко выдохнуть, реально. Поверьте, я считаю, что все это направлено абсолютно на другие цели, на запутывание и на то, чтобы снять одно лицо с должности. Все. Я думаю, другой цели здесь нет. Нет абсолютно цели навести порядок с мобилизацией, нет абсолютно цели навести порядок своим учетом, нет абсолютно цели восстановить какую-то социальную справедливость в обществе с мобилизацией. Наоборот, идет перекос. Есть какая-то элитная часть общества, которая не будет мобилизирована, есть какие-то госслужащие, даже отнесли сюда к особо ценным кадрам инспекторов Высшего Совета Правосудия, дисциплинарных инспекторов. Зачем? Чему? Уберите их вообще. Тем более, без них работает все. Уберите все. Скажите, партнеры, ну, вошибли все. Давайте, давайте это уберем. Все равно, не могут даже найти кандидатов на эти должности, никто не хочет идти. Благодаря тому, что сделали контроль за гражданином, который станет дисциплинарным инспектором, вернее, главой этих дисциплинарных инспекторов, пожизненный контроль, пожизненное декларирование. Кому это интересно? И завтра уволят, он до конца жизни должен будет сдавать декларации и объяснять происхождение каждой копейки у себя. Хотя он давным-давно не будет вообще и близко с этим связан. Это то, что сделано, то, что нет ни в одной стране мира. Наоборот, все европейские ценности, демократические ценности основываются на том, что человек должен иметь право, чтобы о нем забывали информацию. У нас же это сделано наоборот. Опять же, якобы, для борьбы с коррупцией. Ну вот вопрос, сильно побороли? Вот что, у вас уже свой суд есть, свое набой есть, свое назыка есть, своя прокуратура есть, свое там агентство по реализации активов есть. Сильно побороли? У нас злова Верховного суда оказался коррупционером. Ну, может быть, оказался, вот его недавно выпустили из тюрьмы. Ждем все-таки подробности, там 1 марта начнутся суды. Будем смотреть, а вдруг действительно святой человека его вот так оболгали. Оболгали, что он там требовал от кого-то взятку. Я не исключаю, что это может быть, реально может быть. Поэтому я всех прошу, давайте минутку успокоимся, снизим градус, реально, забудьте об этом. Не обращайте на это внимания. Можете, знаете, если вот есть вам куда-то хочется выплеснуть свою энергию, свою злость, напишите своему народному депутату, что вы о нем думаете. Просто напишите в приеме Верховной Рады просто письмо от себя. Они там скрыли все адреса электронной почты, якобы, ну, скрыли на сайте Верховной Рады. Не пишите на электронную почту, напишите письмо, просто направьте письмо каждому своему народному депутату, мажоритарному, тому, который прошел от партии, главе партии, которую вы поддерживали, то вы думаете об этом законопроекте. Может, таким образом, даже у этих фотографов, там, водителей, которые там случайно попали туда, появится чуть-чуть совести, и они пойдут исполнить свою обязанность перед гражданами Украины, которые избрали депутатами, и дадут свое слово. Не только там, как утверждало НАБУ, они ходят за конвертами, получают зарплату в конвертах, хотя тоже два года об этом говорят, а где эти уголовные дела, тоже непонятно. Может, святых людей уболгали. Хотя сейчас декларация очень интересные подробности показывает, особенно там главы антикоррупционного комитета этой Радины. Прекрасная декларация, как ее муж сразу стал частным предпринимателем и просто неимоверные доходы начал получать. Я думаю, если дальше, дальше начинать копать, то здесь железняк, там много всего интересного можно будет найти. Партия Голос в полном составе. Поэтому я считаю, что давайте немножко снизим градус, потому что от того, что вы будете нервничать, от того, что вы будете рвать на себе тельняшки, от того, что вы будете это все обсуждать в социальных сетях, ровным счетом ничего не изменится, объективно. Изменить можно обратить внимание конкретных народных депутатов, которые, может быть, еще находятся в каком-то анабиозе и в желании, что их это не коснется. Надо уже понимать, что коснется это каждого, в том числе и народного депутата. Напишите им письмо. Сделайте движение письмо народного депутата. Вот напишите, что вы думаете по этому законопроекту. Кто будет ухаживать за вашими больными родителями? Кто будет ухаживать за инвалидами? Напишите, как вам учиться дальше, как вам продолжать это обучение. Напишите, что происходит с пересечением границы. Может, у кого-то все-таки появится хоть капелька совести и того, ради чего он шел на должность народного депутата. Не деньги получать и какой-то статус получить, а именно исполнить те обязанности, которые на него возложены по закону. Ростислав, тут очень интересный момент, что заложный и умеров должны представлять этот законопроект перед парламентом. И вовсю разыгрывается комбинация, что вот смотрите, это же заложного идеи, заложному нужно 500 тысяч, одномоментно, а президент как бы против. Президент вот взвешивает за и против и пытается каким-то образом сделать эту мобилизацию ну там помягче, он понимает, печется о гражданах. Но то, что сейчас подхватили собственно с увольнением заложного средства массовой информации западные, ну некоторые уже прямо пишут часы, там часы до увольнения. 6 числа будет рассматриваться этот законопроект. Новый главком будет содокладчиком Умерова по закону мобилизации. Как вы думаете? Объективно ну я знаете я позитив. Я считаю, что заложенного останется на своей должности. Конечно, может быть все что угодно. Могут найти я просто не вижу вот исходя из тех лиц, которые находятся в вооруженных силах. Конечно, можно взять Марьяном поставить главнокомандующего вместе с Федором. Знаете, почетным будет Федор, по нечетным будет Марьян. Ну и можно там на выходные и праздничные дни. Вот у нас еще там есть Давид А и Алексей Д, которые главный ветеринар страны. Ну я думаю, что можно между ними праздники разделить, когда кто из них будет там министром, вернее, главнокомандующим вооруженными силами. Но я считаю, что если подходить с государственной точки зрения, с точки зрения безопасности граждан Украины, с точки зрения эффективности, заложенный должен остаться на своей должности. Если этого не будет, я не знаю, какую цель преследует, объективно. Мне тяжело говорить, что преследует и кто может на сегодняшний момент заменить на этой должности заложенного. Вариантов есть масса, можно там, можно там и главнокомандующих скульпоподных войск поставить, можно и Буданова. Ну единственное, главное, чтобы он вернулся из Крыма. Помните, он летом еще в Крым обещал, в Крыму будет, может быть, на набережной, чтобы он оттуда вернулся и, ну конечно, может быть, тогда это будет. Конечно, я утрирую и смеюсь, но реально это больно. Вольно на это смотреть, как всех украинцев делают дураками, объективно. Я считаю, что заложенного трогать нельзя, что вот эти уже политические игры, они, ну, немного заигрались, объективно. Заигрались с тем и пошли в блок, что делать не нужно, особенно во время войны. С министром обороны это, в общем-то, завхоз. Меняйте на кого угодно, хоть каждую неделю. Там яйца, не яйца, форма, не форма, что там последнее там было, львовский арсенал, не львовский арсенал. То хотите, то и делайте. Но военных не трогайте. Нельзя это делать, особенно во время войны. И чем это обернется, я понимаю, что они там делали громадную социологию, там изучали, ездили, но может обернуться тем самым, чем обернулась вот эта специальная военная операция для Путина, которого тоже убеждали, что все здесь будет хорошо, все их ждут, все мусоров с растертыми объятиями. Сегодня уже 708 день войны. Напоминаю тем, кто забыл об этом. Не будет этого. И заложного трогать не нужно. И я думаю, что все-таки представить законопроект должен министр обороны Умеров и объяснить в том числе народным депутатам, почему слово Украина пишется шибко уже второй раз. Хотя бы с этого начать свою речь. Ну, вы знаете, интересный у нас с вами разговор получился. Тут черти что подают в Верховную Раду с абсолютно второй раз. Мало чем отличают. Понятно, что там Тимошенко выходит говорить, это непотреб, мы за это голосовать не будем. Ну, очень резко и прямо выступила против всего происходящего. Там другие депутаты высказываются, но большинство, моно, не моно, но большинство депутатов вообще молчат, да, и как бы чего-то ждут. Тут заложного увольняют. Вы ни в первой, ни во втором случае как бы это все, ну, как, отметаете. А в этом же наверное есть и сценарий. Просто смотрите, когда выходит Подоляк и говорит, главнокомандующий это менеджер. Ну, чего вы так? Ну, менеджер. То есть, в этой стране менеджер главнокомандующий. Получается, верховный главнокомандующий это кто? СЕО. А где совет директоров, Ростислав? Ну, Подоляк для меня вообще не авторитет, объективный. Ну, вообще ни в каком виде не авторитет. Надо направить в Ростов взять интервью. Он там любил брать интервью по Пинькамберу. Может продолжить свою карьеру, в общем-то, там же. Но это к нему вопрос. Что касается менеджера, не менеджера и попытка уменьшить роль заложенного на сегодняшний момент в вооруженных силах, я считаю, это в очередной раз говорит о крайнем непрофессионализме и игре с огнем на сегодняшний момент. Потому что кто из военных сейчас получит такой же кредит доверия, я не вижу. Я, конечно, не являюсь большим военным экспертом, большим политтехнологом в этом плане, просто рядовой гражданин Украины, который наблюдает на вот эту гоньбу со стороны. и сколько еще будут гоньбыться для того, чтобы снять заложенного, ну, как далеко они пойдут, мне тяжело сказать. Я считаю, трогать это нельзя, особенно в интересах страны, особенно в интересах национальной безопасности, потому что это не министром здравоохранения будет, то даем прививки, то не даем прививки. Здесь, как и у министра здравоохранения жизни, но там мы уже привыкли сами лечиться, нас, правда, лишают антибиотиков, там рецепты вводят, здесь нельзя будет сходить в аптеку и что-то купить. Если этого человека не будет, я считаю, что шансы на выживание Украины будут значительно уменьшены. Ростислав, когда командующий 118-й бригадой ТРО говорит, что нужно простреливать колени за то, что ты отказываешься выходить из машины на блокпосту, что вот это начинается волна, что эти военные становятся никому не нужны, к ним отношение какое-то плохое. Это, конечно, такие очень яркие эмоциональные высказывания, но им же нужно давать юридическую какую-то оценку. К сожалению, мы видим, что оценку этому не дается. Я уже назвал процесс дикой мобилизации и, к сожалению, в демократической стороне колон государств если ты исполняешь функции государства, в данном случае командующий каким-то подразделением ТРО, ты должен внести в том числе за это тоже ответственность. Если ты кому-то угрожаешь и ты призываешь действовать неправомерно, ты должен это объяснить. Ты можешь это говорить в личной какой-то беседе, кому-то как относишься, но не в публичном заявлении своем. Если ты сказал это в публичном заявлении, то я считаю, что как минимум должна быть дисциплинарная ответственность и смена такого командира. это мое видение. Как это в связи с тем, что это пропускается все с государством мимо ушей, вот эта декомобилизация, те ужасные видео, которые мы видим, когда людей хватают на улицах и куда-то тащат, когда лиц, которые имеют право на отсрочку, мобилизируют, и они тут бы увольняются, и за это никто ответственности не несет за растрату государственных средств. Такие случаи тоже крайне часто происходят. Поэтому я считаю, что с этим нужно наводить порядок. И все-таки должно быть единоначально, а не попытка различных пиар-менеджеров что-то там из-за спины, как в мультфильме Смаугли, рассказывать, что кто-то там промахнулся, или кто-то там что-то менеджер, или кто-то там кто-то сел, или какой-то совет директоров. Я считаю, что эти лица тоже должны знать свое место. Сегодня также обсуждается, продолжается обсуждение военного эксперта Дикого, который говорит о том, что уклонисты, они сбиваются в стаи, как крысы, кусают больно, но ветераны могут зачистить вот эти группы одним махом. Правда, это будет не совсем правовой способ, это проблема, но тем не менее. А что это за ветераны такие в тылу, которые готовы зачищать людей несогласных с такого рода мобилизацией? Мы возвращаемся в 2014 год, собственно, когда люди в военной форме. В 914. Я думаю, что тут не в 14-е, а в 914 гражданская война, что-то такое тогда было. Реально, что-то такое было, потом 17-й год был, что-то такое приблизительно было. Я не знаю, кто такой эксперт Диким и подобные заявления и призывы к уничтожению собственных граждан в принципе имеют вполне конкретные статьи. Почему это сходит с рук, мне тяжело сказать. Почему это стараются не замечать, когда замечают какую-то бабушку в одноклассниках, мне тоже тяжело сказать. Но призывы уничтожают собственные граждане, которые с чем-то могут быть не согласны, а не решать эти вопросы в правовом поле. Я считаю, это неприемлемо ни в каком государстве. Не только там... Друзья... Да, извините, да, перебил. Не только там, знаете, в демократических странах, но и в странах, которые стремятся быть такими, это недопустимо. Потому что мы скатываемся, знаете, как в фильме «Убить дракона». Мы превращаемся в того самого дракона. И очень похоже, что, знаете, на какой-то довольно большой процент мы в него уже превратились. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Ростислава Кравца. Они много правят с Ростиславом Кравцом. Ссылка будет в описании. Также телеграм-канал Ростислава в описании к этому видео. Переходите, следите очень четко, грамотно. Если здесь мы как бы так в общем общаемся, да, вот по поводу каких-то, скажем так, процессов, то там конкретно пошагово действия, которые там гражданин должен и может совершить в той или иной ситуации. Причем это все не только связано с мобилизацией и вообще с жизнью и отношениями между гражданином и государством. В общем, переходите, подписывайтесь. Сегодня Россия следком заявил, что закончил, ну, скажем так, работу на месте крушения Ил-76. Генетические экспертизы там привел, что там сделали какие-то выводы. В общем, 65 украинских военнослужащих, 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции говорят, что будут там, ну, в общем, провели генетическую экспертизу и, собственно, ну, о Патриоте тоже сообщили. В общем, первые данные вот расследования на территории противника мы уже имеем. У меня вопрос абсолютно как украинского гражданина к украинскому адвокату. государство вообще что-то должно говорить, заявлять, какие-то действия проводить. Ведь мы же что увидели, что СБУ открыло уголовное дело нарушение правил ведения войны. Ну, и как бы заявили и заявили. Зеленский как бы заявил и заявил о том, что нужно международное расследование. Ну, вчера Путин об этом точно так же говорит. Мы приглашаем международное расследование, что случилось. Вместе с этим обмены продолжились. Арабские Эмираты как бы посредник, я так понимаю, важный для обоих сторон, поэтому большой обмен состоялся. Но вот это событие сейчас украинскому государству нужно что-то сообщить своим гражданам о том, что произошло и что будет предпринимать Украина ввиду вот этой военной трагедии. Ну, понимаете, тяжело сказать, действительно, объективно. Не было еще международного расследования. То, что говорит Российская Федерация, я не исключаю, что это могут быть манипуляции. Это может быть и правда. Но в большинстве случаев, то, что делает Россия, знаете, как они любят говорить, не все так однозначно. Поэтому на самом деле пока не будет вопросов, связанных с доступом туда реально международных экспертов, которые подтвердят эти выводы, говорить об этом крайне рано. Что касается украинского руководства, конечно, у нас есть такие великие пиарщики, как его называли, ну, на пенькан бегал. Вот, ну, как бы они должны были бы как-то пропаганду настроить на тот лад, что не только все вранье, все-таки дать объяснение украинцам, что же произошло. Либо сказать, что давайте мы подождем все-таки выводов международных экспертов, как сказал Зеленский. Но об этом нужно говорить, об этом нельзя молчать. Потому что та же российская пропаганда, вот это молчание, оно использует против нас. Я считаю, что да, это крайне важно украинскому обществу пояснить, что же все-таки произошло. Да, если какая бы ни была версия, ее надо озвучить. И брать за это ответственность. Сейчас идет война. Реально. Абсолютно объективна война. Гибнут тысячи людей, ежедневно гибнут тысячи людей. Что произошло в данном случае, нужно объяснить. Нужно дать украинцам понять то, что сделал или не сделал. И как сделать так, чтобы больше это не повторилось. И в любом другом случае, в любой другой ситуации, которая происходит в стране. войны. молчать об этом нельзя. Потому что это играет против общества, против Украины, против даже самосознания украинцев. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим определенные версии от того же Гуданова, на которого возложены удобные, я так думаю, обязательства все-таки раскрывать удобные вещи и контролировать удобные незаконные действия фашистской федерации, в том числе и с нашими войнами. Сегодня праздник на самом деле. Ну, великий, скажем так, великий транш или там великая поддержка Европы. Лидеры стран ЕС одобрили 50 миллиардов для Украины на 4 года. Совет Европейского Союза сообщил, что 17 миллиардов грантов и 33 кредитов. Ну и собственно Орбан, который, я так понимаю, продавил свои условия, что ежегодно считать, пересчитывать. В общем, условия Орбана учли, да, и раз в два года пересматривать вот это. Раз в год сводить и раз в два года при необходимости пересматривать эту помощь. Я вот ну, как бы хотел бы вот на что сакцентировать. Ну, смотрите, когда треть дают так, две трети в кредит. Как тогда назвать эту поддержку воюющего государства? Ленблис. На самом деле есть громадное количество вопросов к нашим дипломатам в том числе. Ко всему, что происходит к нашим партнерам, которые нам помогают, которые пытаются за счет этой помощи тоже заработать свои дивиденды. Есть громаднейшее количество вопросов и еще большее количество вопросов, чтобы украинцам это объясняли. Реально рассказывали, чтобы никто не мог этим злоупотреблять. За счет чего мы будем это все возвращать? Какой процент? Кто мы будем получать? Куда будут направлены эти деньги? Если эти деньги направляются на проедание, как недавно было заявление от нашего министра цифровой трансформации, на себя открыто заявил, даже для меня сначала было непонятно, почему появляются вопросы у государственных чиновников, за счет чего они живут, имеют какой-то поддержки. Потом министр Федоров через день сообщил, что у нас громадное количество чиновников, к слову, я тоже дал соответствующий запрос в кабинет министров попросить прояснить, кто из чиновников содержится за счет международной помощи и в каком объеме, чтобы мы понимали, просто, ну, вы же понимаете, платят, вот, в общем-то, и принуждают к определенным действиям. Сегодня утром в Твиттере послом G7 тоже появилось сообщение, что Шмигаль отчитался о каких-то реформах. Я тоже написал и попросил бы Шмигаль, я думаю, сегодня я сделаю обращение все-таки рассказать украинцам о тех реформах, о тех успехах, о которых он сообщил послам G7. Все-таки, я думаю, важно украинцам знать о том, что происходит в Украине, о том, куда будут направлены эти деньги, эти миллиарды. Я об этом говорил неоднократно со времени еще ведения рынка земли, когда рассказывали, что придут миллиарды сюда. Я говорил, расскажите куда? На новые айфоны? На новые виллы за границей? Куда вы собираетесь, продавая украинскую землю, кладывать эти деньги? Никто из вот этих офисов-реформаторов на круглых столах, в открытых прямых эфирах так и не смог вразумительно объяснить, куда будут направлены эти деньги. Так и здесь. Желательно украинцам пояснить, если украинцы берут кредиты, на что эти кредиты будут использоваться. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Ростислав, говорят, что вот собственно вот этот вот законопроект, о котором мы большую часть нашего сегодняшнего с вами разговора говорили, и в том числе вышеупомянутая мною Тимошенко, говорит, что это Кабмин обманул парламент. И соответственно, это катастрофа, и мы вот как бы в шаге от некоей, скажем так, катастрофы вообще общества. Многое сейчас крутится вокруг доверия или недоверия гражданина к государству. На ваш взгляд идет целенаправленная политика выдавливания украинцев из Украины. Иначе как можно объяснить собственно те процессы, которые происходят в контексте принимаемых решений. Зеленский же говорит, что наоборот, возвращайтесь, все возвращайтесь, а по факту получается наоборот. Ну, понимаете, вопрос в том, что выдавливание и не выдавливание украинцев, мне тяжело сказать. То, что ничего не делается для того, чтобы они возвращались, это я могу сказать точно, причем это я могу сказать сразу, я об этом обращал внимание неоднократно, что делается для того, чтобы украинцы, дети вернулись сюда, в Украину. Каким образом показать, что защищаются права, каким образом показать, что соблюдается Конституция Украины. Это крайне важно на сегодняшний момент. К сожалению, сказать, что есть ли какая-то программа и цель по уничтожению украинцев, по освобождению этих территорий, такие мега есть заговоры рассказывают, я не могу сказать, что он есть. Я могу сказать, что есть крайне много профанов в государственном управлении, которые понятия не имеют, как управлять страной, которые понятия не имеют о том, как Украина будет жить через 20 лет, которые не строят планов на такой даже короткий промежуток времени. К сожалению, вот это я могу сказать. И если на сегодняшний момент спросить у наших менеджеров, Тимошенко их обвинила, в том, что обманули, Юлия Владимировна профессиональный политик. Ничего не дашь, ни взять, ни дать, знаете. Да, ну там принимали участие, в том числе и парламентарий. Почему кто-то от Юлии Владимировны там не принимал участие, мне тоже тяжело сказать. Я не отслеживаю состав комитета, который разрабатывал этот законопроект, потому что мы видели на протяжении месяца или полутора гражданка Марьяна Бэя и Фёдор В активно комментировали, что будет в этом законопроекте. И в принципе оно, в общем-то, всё и получилось. Поэтому говорить, что это разрабатывал кабинет министров, ну, это, прямо сказать, скривить душу. На самом деле это, я думаю, что разрабатывал это совсем другие люди. И цель, как я говорил в самом начале этого законопроекта, не мобилизация, не военный счёт, а совсем другая. Я думаю, как и дискредитация с одной стороны, так и содержание общества в страхе. В страхе быть наказаны за то, за что, в принципе, каждого гражданина Украины должен государство самозащищать, а не ставить ему вину, что он здесь есть, и поэтому он уже обязан нести ответственность и нести наказание в первую очередь. Но при этом то, что должно делать государство, об этом как-то идёт параллельно. Если вам что-то не нравится, вы идите ксу. А здесь вы уже преступник. Фактически сделать заставшиеся граждане Украины преступников оказалось не так уж и тяжело. Но всё это приведёт, как и показывают многие романы антиутопии, крайне тяжёлым последствием для тех, кто этим занимается. Поживём, увидим, как говорится. Спасибо вам большое, Ростислав, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо, до встречи. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.